Понял. Я сижу, жду тебя. А что у вас там глазок не работает? Сейчас включим. О, молодец. Борода. Да, ты вообще отлично фотографию-то выставил, какая у тебя. Я себе забрал. А что ты не выходил на меня столько? Столый месяц я уже почти в городе-то. Да, замотался в свои дела. Дела-то неплохие у тебя там? Дела? Да не, неплохие вроде, нормальные. Но рабочие моменты были сложные в интерьере. Вот. И пока разобрался. Ты прочитал, что я написал-то? Вы имеете в виду в сообщениях? Да, в сообщениях там по книгам. Вот я сейчас в Мейл.ру тебе письмо направил там. Ну, я почитаю внимательнее. Что-то я как-то... Ну, я... Ну, в смысле, что... А помощь? Что помощь там нужна? Я читал такую. Не, помощь какая? Нет, не об этом. То, что я уезжал, я, говорю, оставил две коробки, написано Дмитрию из Калининграда. Да, если вы без меня приедете, я уже книги вам заготовил. Ну, а приехал-то, вас здесь не было-то. Я сейчас написал вам, дайте мне точно ваш адрес. Я вам вышлю книги эти-то. Я же должником себя чувствую-то. Да не, Игнат Тихонович. Дело в том, что, ну, как я вам говорил, если вы помните, я хотела машину поменять. Вот только машину недавно поменял. Вот, купил себе микроавтобус, как хотел, Т-5, Volkswagen. А то именно джип был, так он... У него на расход топлива был в районе 25 литров на 100 километров. А сейчас взял Volkswagen на микроавтобус, как хотел, так у него 7 литров дизтоплива расход. А вот у меня рядом со мной приехал брат мой, батюшка, отец таким. Покажись давай поближе, сядь. Вот сюда, маленький. Вот он. Вот он. Здравствуйте. Добрый вечер. Я смотрел про вас не одно видео. Приятно познакомиться. Похожий? Похожий, говорю. По высшей голове сделай. Вот, вот. Я видел на фотографии, ты сейчас похож, нет? Похож. Похож. Ну, а запомнить, у Богородицы отец был и Аким. У девы Бория. Если бы она жила в России, у ней был бы паспорт Мария Акимовна. Я понял. Вот. И у него имя такое. Он родился как раз на день рождения Богородицы. А там поминаются родители Аким и Анна. А у нас называли точно по дате рождения. Ну, я там написал, где мы нынче были, проехали-то. Мы немножко Европу-то захватили. 15 стран прошли. Ну, я смотрю про вас периодически. Видео я даже недавно сейчас смотрел по Ютубу, что вы выкладывали, где вы были. Сейчас выкладываю. Только в начале. Там будет еще раз в 10 больше. Там выступление мое в храмах, где я говорил слово, в Грузии и в других местах. С народом. Как были в Чечне, в Дагестане, Грузии, Армении, Польше, Германии, Австрии, Румынии, Болгарии. И какие были встречи. Сейчас выставляется каждый день, ну, несколько роликов. А администрация нашего канала, Ютуба, то у меня отобрали эти материалы-то. Я их ужимаю, и они теряют качество. А они-то выставляют чисто. А я выставляю только разные собрания, какие у нас каждое воскресенье идут, здесь встречи какие. Ну, то, что не касается миссии 2013 года. Мы вернулись живые, самое главное. Вот, Дмитрий, главное это. Ну, слава богу. Ну, я не сомневался, что у вас все будет нормально. Потому что, вот, единственное, что переживал, что у вас машина русская, насколько она выдержит, такое далекое... Выдержала. У нас получилось, как, 5 месяцев, то есть нынче и в прошлом году, получилось, вот, за 2 года летние, ровно 5 месяцев мы были в пути. Прошли 80 тысяч километров. Да, вообще, просто обалдеть. И газель. Газель, она каким-то там авторитетом пользовалась. Ее спереди, сзади фотографируют. Там вообще она, как цариса. Она белая. Видел, как она выглядит-то? Да, я представляю, да. Она спугалась, что не пустят за рубеж, от него загазованность большая. Ни разу, нигде не тормознули. Дальше. Второе. Второе препятствие говорили, там, советовали со знатоками. Вам не дадут там работать в Германии и в других местах. То, что это книги. Это уже идейная интервенция вроде. Тоже нигде и ни разу. А наоборот, везде принимали и все везде. Взятка считается. Взятка любая. Расчет, куда и взятка. А книги во взятку не входят. А у меня новый-то завет. Как издали-то? Там 240 иллюстраций светных. И где не... Мы 30 таможен только прошли. И где не так, я трехтомник дарю. Он буквально как таран пробивал все. И поэтому нас по второму пункту тоже не тормознули. А третий пункт говорили с собакой. Задержка будет. Но что интересно. Мы поехали, наша собака, Ураган звать его. Он только перед этим получил звание чемпион Сибири. А когда он вернулся, он стал чемпионом России. На следующей выставке. Это защитная караульная служба и общая подготовка. Кто там, наверное, хозяйка твоя рядышком-то? Да, вот она. Пусть покажется. Ну, она... Иди покажись. Покажись. Поздоровайся. Мы уже близки друг к другу. Я вас рассказывал везде, в других странах и везде. Я говорю, как Господь услышал молитву, незнакомый человек поспешил на помощь. Мы считаем это знак свыше. Это так Господь сделал. Взял вашу руку, ваше сердце и сотворил, что ему надо. Мы вернулись. Ведь у нас большой недостаток был в средствах, просто огромный. И вот как-то сделал так Господь, что мы проехали, вернулись и нигде мы не голодали. Все у нас было. Здрасте. Здрасте. Батюшка здесь рядом, батюшка покажись. Вот, отец Аким. Это мой родной брат. Священник. А мы смотрели, да. Вот. Вам видно где? Ты далековато. Садись поближе сюда, рядом со мной. Проплотную. Вот так. Так, первый вопрос. Сейчас сразу к вам. Адрес вам трудно мне дать, чтобы я книги-то послал? Да нет, конечно. Ну, давайте я вам прямо сейчас напишу. Так вы там, мне в этом, в Mail.ru там видно? Посмотрите. Ну, я ловлю здесь в Skype. Хотите в Mail.ru? Да нет, в Mail.ru дайте мне, знаете, я то не раз слышу, то что. И уже с понедельника мы начнем это прорабатывать. Это будет две коробки и два пакета. Мы уже недавно посылали, тут один священник попросил. Все лето звонили, звонили, книги. Он ознакомился с ними и любыми путями дает. Так сейчас такие у него восторги. Я на литургии там за вас молюсь. То есть теперь у меня столько проповедей, там 1300 моих проповедей в храмах только. 4124 ответа на вопросы. Это 55 тем примерно. Ну, как на сайте выставлено. Ну, это бесценная, бесценная рукопись. Да. Вот сейчас один написал мне, Соболев его звать. Незнакомый совершенно. Человек... Так, постой-ка. Минуточку, сейчас я возьму в руку, прочитаю вам. А то мне даже самому интересно. Соболь, по-нашему, в любом доме. Как ваши овечки? Отлично. Слава богу. Пока еще пасутся. Погода у нас, все дожди, дожди. А мы тоже анализировали, думали же, какое же мясо можно есть. Ну, по сути, по своей связи с тем, что экология. И мы пришли к выводу, что единственное, кто как бы питается, ну, травой же она питается, баран, это баран. Потому что курицу накалывают она на гормонах, свинью есть нельзя. Ну, это где-то нам на фабриках. А у нас, допустим, кур, они растут, они все лето ходят свободно по траве. А, ну, я веду, в моей ситуации, я просто в квартире живу пока. Ну, конечно. Ну, то есть, своего дома нет. Ну, да. Вот, поэтому баран самое, получается, экологически чистое животное. Ну, вот вы далековато живете. Это вы... Батюшка Коля тут стоит барашка. Вот, смотри. По интернету прислал. Так. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Узнал о вас и вашей общине от отца Андрея Кураева. Вы знаете такого? Ну, смотрел, понял. Да, который называл вас, в кавычке открыто, самым выдающимся проповедником России. В скобках. Он вообще высокого мнения о вас. У него все книги мои есть. Он приезжал сюда, в Барнаул. Как много открывает Господь наш Иисус Христос через ваши проповеди. В скобках. Последнее время в семье большинство моих фраз начинается со слов. В кавычке. Лапкин в проповеди сказал. Второе. В кавычке. Лапкин пишет. Хочется встретиться с вами лично, услышать златоустые проповеди живьем. Но, увы, занятость пока не позволяет. Скажите, как можно посетить вашу общину, на каких условиях? Я преподаю философские дисциплины в университете. В том числе религию о ведении, историю религии. Очень помогают ваши лекции и книги в работе, в полемике с сектантами. Игнатий Тихонович, как и где можно приобрести весь комплект ваших книг открытым оком? В скобках. Пересылка, оказия, и какова стоимость книг? Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. С молитвой о вас, Юрий Соболев. Это город Красноярск. Ну, люди-то узнают где-то как-то, через что-то. А когда уже книги-то в руках у них, я сначала не посылаю, и каждому говорю, ты зайди, посмотри на сайте, может, ты не то ищешь. Ну, представь, у тебя разочарование будет, а ты ждал эти книги. Да я уже пересчитал, все, мне надо в руках, я ухожу там где-то со студентами. Ну, ладно тогда. Мы ведь нынче проехали и в прошлом году, подарили в библиотеке книги, вот за эти пять месяцев, на 7 миллионов 150 тысяч. Не имея ничего, представь себе, и дорогой смс один знакомый и близкий батюшка и пишет, второе к коринфянам послание, и там, говорит, мы нищие, но всех обогащаем. Это, говорит, о вас говорится. Я говорю, да это Бог делает так, что Бог сделал, у меня, когда я даю, у меня внутреннее такое, я не могу даже описать, светло-радостное чувство, как будто бы кто-то сделал одолжение такое мне, особую услугу, я книги своими не считаю, совершенно. Мы сейчас вот сидели с братом, слушали интервью, дает жена Наталья Дмитриевна Солженицына по поводу 50-летия первой книги «Один день Ивана Денисовича». И как потом дали указание Центральный комитет, его книги, журналы изымали, и указание было рвать на мелкие части и сжигать. Они ему уже не принадлежали. Хотя второе переиздание было на 700 тысяч экземпляров. Это ясно дело, что взрыв был. Это можно найти в ГУЛАГе. Мне говорят, а вот такие... Я начал прослушивать ГУЛАГ. Да, да. Ну как, слушается? Да, да, очень интересно. И, как сказать, начинаешь ценить, какое время сейчас и какое может быть в ближайшем будущем, и задумываешься. О, как... Оно отрезвляет тебя. Посмотри. Юля Диев, это любимое животное твое. О, посмотри. Это ему три месяца всего. Какой он пушистик. Ой, маленький. Он маленький, ничего себе. Вот смотрите, я около головы его сейчас на голову посажу. Вот посмотрите, как он выглядит. Ну как он маленький. Подожди. Ну да, три месяца. Вот. А тут мать его такая же. Вон какой, видишь? Как лисенок. Хвост-то какой. А у меня они очень мышатенькие. У меня же голуби. Да, мы знаем. А там много зерна и мышей много крыс. И мне без кошек нельзя. У меня три кошки. Вот так. У нас еще пока не одно. Мы хотим завести русскую голубая. Есть такая. Русская голубая. Ну и у меня нет такой. У меня вот эти. Мне главное ловить мышей, а не на выставку. Ну да, там. Вот так. У нас пока в квартире мышей нет, слава богу. Слава богу. Поэтому нам такое, чтобы поменьше шерсть была, чтобы шерсти не было. Ну как бы она жриняет постоянно. Ну тут уж никуда не денется. Он голубоглазый. Глаза-то синие прямо. Да, красиво это. Вот. Вот нас пугали, когда мы поехали. Это Чечня, Азербайджан. Действительно, обстановка там очень неспокойная. В Дагестане. В Дагестане. Ну да. В Дагестане. Азербайджан это само собой. В Дагестане. Вот мы ехали, допустим, в Махачкалу проезжаем. Почти на каждой улице, где проезжаем, стоят автоматчики. Чуть подальше снайперская винтовка в руках. И при нас только мы были, сообщили. Только что убили, расстреляли, или как там, священника. Машину, начиненная взрывчаткой, при нас, когда мы были там. А вот сейчас уехали. Это православная? Махачкала. Да, да. Не, про священника расстреляли какого? Православного? Православного, да. Ничего себе. Православного. Ничего мы не знаем. Но вот когда я считал, что там как делается, опровергать ничего не буду. Действительно так все есть. Но у нас было все по-другому. Мы буквально как на крыльях шли. За нас молились все. И католики там, и православные, и старообрядцы, и баптисты, адвентисты. Тысячи людей молились. И все ждали, с чем мы вернемся. Мы же не по своей прихоти там были, шли. Вот сейчас по материалам это, в видео-то это же не наигранное. Вот мы были, как раз это в Махачкале было. И когда национальную библиотеку имени Расула Гамзатова заходили. И там стрелка так, когда заходишь на второй этаж, и написано комната для намаза. Вот, а маленько подальше комната для молитвы. Ну, она заперта. Мы спросили, действительно, говорит, занята комната. Это закрыто. А мы директора спросили, говорю, а можно открыть там, помолиться? Говорят, пожалуйста, открыли. Ну, мы, как у них положено, разулись. Это мы все засняли, это все будет выставлено. Зашли, просчитали Трисвятое, Отче наш. И потом встали на колени и стали молиться. Молиться о том, чтобы Бог людям открыл истину. Чтобы был здесь мир. И поэтому, ну, говорили в Чечне, а в Чечне нас приняли так, как будто бы ждали. Вообще удивительно. Поэтому повторить, вот так, как мы проехали, практически невозможно. Для этого нужно иметь тысячи друзей, чтобы Бог вывел. Вот представьте, мы находимся среди мусульман, и вдруг она спрашивает, а чем вы питаетесь? Мы говорим, да у нас с собой сухари есть, и вода есть. Да вы что? Нас схватили... Не смотрим это видео. Ага. В магазин. Давай режут сыр, там килограмм. Афивизанку, бизанки-то это, бананы. Я говорю, да нам бананы не надо, мы не едим. А что едите? Я говорю, помидоры. А только что моя машина привезла. Она в этой лепешке, лаваш называется. Она целую пачку помидоров нам там. И воды этой банки-то не пейте, тут плохая вода вот эта вот, ну, продается специально-то. Вышли, да еще и рукой крестят. Вообще нельзя сказать даже это, как Господь делает. И как нас встречали в Германии, вот мы сейчас, фотографии были, мы там с полицией сфотографировали, с таможенной полицией. Хочу послать, завтра мне перевод, я написал там благодарность на немецком языке, вывезти на бланк нашей общины фотографии и послать туда, около Зоннеберга. Что, как они там работают, нам очень понравилось. Никакого оскорбления, ни давления, а именно посмотрели и до свидания. Хотя бывает и по-другому. На дорогу, поехали ночью своей машиной, вывезти нас на трассу, созвонились, куда мы едем. Мы, ну, ну, понравилось просто. Ну, мы вот сейчас в Германию завтра поедем. Нам по делам надо. По делам надо. А вам есть где заехать? А мы можем дать адрес? Нет, я в свое время живу в Германии несколько лет и имею там друзей, ну, так, знакомых, друзей. Мы вот к товарищу едем на пару дней там по делам нам. Да у вас, как, виза открыта, шенгенская? Да, 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 годовые польские визы у нас. У меня и у Юли. Польские мы сделали сегодня. Шенгенские. Ну, у нас же, как бы, Калининград недалеко и посольство есть, и консульство, и без проблем, как бы, делаются визы эти. Ну, да. А мы-то допустили, как бы, ошибку. Я когда поняли... Да, я тоже смотрел, да. Мы смотрели, что мы, как бы, я прочитал, что Болгария и Румыния в шенгенской зоне, а они подали, а их не приняли. И вот недели три назад они снова подавали, опять не приняли. И причину Дания высказала одна. Страна шенгенской зоны против уже не примут. Много от них мусора и много воров. Интересно. И мы убедились, что это похоже, что всем обвиняют. Но, видимо, примут. А я считал, что приняли. И когда мы заехали в Сербию, нам можно было, конечно, сразу уйти той стороной, но мы решили сербов попроведать. Ну, наши братушки, там приняли, там такие похвальные грамоты, там вообще. А оказалось, что мы вышли из шенгенской зоны и даже не заметили. И мы пробыли всего шесть дней в ней. Мы-то едем по Румынии, по Болгарии и не знаем, что мы уже за пределами шенгенской зоны. И только когда мы дальше двинок и в Греции пошли, то нам говорят, куда вы, ребята, у вас же закрытое. Ну, тогда мы в посольство греческое, а они не только, если виды на жительство есть, или в Москве. Мы помолились и мы поняли, нас Господь направляет по-другому. Мы часть ущипнули с этой стороны. Нам нужно юг обработать. Мы полностью прошли Ставрополье, каждый район, Ростовская область и Краснодарский край. Чуть-чуть Воронежский захватили. Так и не считая там Грузия, Армения, Азербайджан. То есть мы полностью юг отмолотили. Теперь нам, если Господь позволит пройти, мы сразу уходим югом через Грецию, до Португалии, и тогда северным путем, ну, тут щелноком пройти. Есть, конечно, желание попасть к папе с подарками, но как Бог посмотрит. Но два условия у меня, которые пока невыполнимы. Найти место Ставки, куда заслать 4 тонны литературы, это где-то Калужская область должна быть. И второе, главный шофер, который у меня был, данный бойщик, Николай Кручина, если, а у него со спиной что-то неладно, если его не будет, то уже не поедем. Там должен быть Аз, с таким мы едем грузом. У него прям, ну, как талант, щитье. Тогда у нас навигатор не работал, где, ну, мы прошли все-таки 15 стран, а-то не 2, не 3. Ну, да. Я-то уже понял. Вот два условия, об одном молиться. Так, и хотел сказать, на днях я познакомился с одним человеком, вы можете его зарядить, Сергей Житие называется. Он на меня выходит, я его покажу, напишу, как пишется. Он такой, у вас какой рост? Рост. 70 метров, 76. 76, у него метр девяносто. И вот они там где-то были на берегу, он разогнался и прыгнул, и ударился, видимо, там бревной или было что-то. У него 7 позвонков дребезги разлетелись. Он потерял сознание, и он там под водой был долго, его когда достали, не 5 минут, а чуть-то не 20 минут приводили его в чувство-то. А, это вот тот, выставили в видео, да, в YouTube про него? Да. Парализованный. Да, это он. Да, да, я вот еще не дошел до этого. О, вы обязательно посмотрите. Я считаю, что это Господь нас свел. Он, разум полностью у него сохранился. И он сейчас там какой-то, я не знаю, сайт или что, где иконы кто пишет. Он на первое место вышел. У него пальцы не шевелятся, а плечом шевелит, и рука движется по мышке. Чистый, иконы его стоят какие. У него заказов там сотни, если не тысячи. Вот его Сергей звать, Серега. 12 лет на вытяжку пролежал. И при росте метр девяносто у него дошел вес 30-40 килограмм. На высох весе. Мумия. Но сейчас, он говорит, я уже набрал около 70, и вот я заметил, что у него благословение. Он вчера прям убеждал меня, что, ну, чтобы я ему разрешил, и, как сказать, благословил, он будет раскручивать наш сайт. Ну, посещаемость-то на форуме невелика, 222 человека вчера было. Я-то успокоился, а он говорит, нет, мы должны вывести на другой рубеж. Согласен. Ну, я ничего не понимаю в этом деле. Я просто благодарю Бога. Вот уже три разговора по скайпу я выставил. А не полезную. Он говорит, сейчас бы, если мне предлагали вернуться прежним, в прежнее здоровье, но с прежней головой туда я бы не пошел. Я узнал другое. Я со Христом. Он сугубо православный. Вот последний там, ну, в Ютубе просто можете зарядить, Сергей, иконописец из Игнатия Лапкина, там, это вы быстро найдете. Вот. И третий, три выставили. Я говорю, Сергей, смотри, чтобы на вас будет гонение, а я на него уже начал прессовать вначале, что он со мной в друзья, и его сразу начали бортовать и выкидывать. Вот так. Понятно. Враги работают. Ну да, а конкретно ни один не может сказать. Кроме лжи ничего нету. Ни одного слова. Ну, конкретно возьми. Из-за чего? Из-за книг. А вот вы неодобрительно отзываетесь там где-то. Ну, что неодобрительно. Вот Андрей Кураев-то выступает и говорит, один из самых ярких представителей православия и критик патриархии. А он спрашивает, какой патриархии? Ну, какое московское. Ну, справедливо, не справедливо. Справедливо. К нему, говорит, отношение было бы другое ко мне. Если бы я молчал, не говорил. А как я могу молчать, когда таинство искаженное? Ну, в церкви проповеди нет. Вообще нету. Ну, торговля церкви. Ну, торговля еще какая. Вот так. Согласен. Ну, как-то с Юлией, когда мы были с тобой в церкви, могли быть. Последний раз. Ты себя видишь? Это Рождество было, или что? Когда мы Благодат на огонь взяли. А, ну, это было Пасху? Да, Пасху. Благодат на огонь. Да. Мы были с Юлией в церкви у нас в Калининграде, на площади. Возле этой церкви поставили, впереди храма поставили стеллу с красной звездой. Что интересно, характерно. А вы можете зарядить такое. Патриарх, куда ты нас ведешь? Такой ролик вышел. Не я его составлял. Там служат архиереи около вечного огня. А я смотрел, по-моему. Смотрели, да? Смотрел. И потом я там молюсь около храма Христа Спасителя. Да, да, да. Что нужно было делать? Не гнать, не преследовать, а молиться и плакать. И тогда сердце народа обратилось бы. А так сейчас там невзорово все громят неизвестно как. Так вот, мы стоим в церкви. У меня такой вот интересный случай был. Мы молимся. И в какой-то момент я почувствовал сзади такое ощущение. Как будто хорошо стало. Ну, не знаю, можно сказать, благодать или неблагодать. И потом я оглянулся и услышал голос, что кто-то сзади молится. Оглянулся. Пел, пел прям так вот. Пел, молился. И стоял монах, евромонах, наверное, да? Батюшка с чёрными глазами, с чёрными глазами, ну, то есть вот не русской внешности, но православной. И вот прямо встал именно за нами и как бы всё время стоял, вот, и мы как бы чувствовали, но как бы не поняли сначала. А он всё время стоял, оказывается, за нами и молился, как бы так пел. Очень так вот такой голос у него был прям, ну, как, я не знаю, как это сказать. Короче говоря, очень я почувствовал на себе благодать, то есть такое благоухание от него происходило, на нас передалось. Хотя полный храм народу стоял. Полный храм, да. Он стал именно за нами, вот до конца службы стоял. Это молитва. Молитва. Молитва с его уст получается, потому что с его уст так вот подействовало на нас. То есть мы почувствовали это на физическом уровне. Это Господь делает. Когда спрашивают что-то здесь, это невозможно самому сделать. Это нельзя. Это не... Ну, говорить-то можешь, а толп-то какой будет. Это, конечно, всё Бог делает. Для человека неверующего, ну, как бы, непонятно. Конечно, Бог делает через человека. Так ему угодно. Мы видим только результат. А сколько перед этим было труда? Где он был? Где он молился? Где проходили его дни и ночи, этого человека? Да. Ну, ещё привезли нам в Калининград с Иерусалима огонь в этот день. И мы его даже удалось привезти домой. Где-то два-три дня он стоял у нас. Горел этот огонь. Благодатный огонь с Иерусалима. Ну, так вот, интересно. Тоже носил я его там, свечки обжигал руки. Пока до дома на такси. Пока добрался, ну, сохранил. Три дня горел он. Так, я ещё, может быть, не всё знаю про шенгенскую-то визу. Будто бы первый раз они относятся не так, как второй раз. Это я уже вычитал. Второй раз они уже более широко открывают двери. И будто бы можно сделать с двойным заходом и даже многоразовым. Ну, вот у нас ситуация какая. Значит, у меня есть товарищ, который делает документы, пакет документов. Вот, допустим, человек, у кого... Но, видите, здесь дело в том, что делает он в основном людям, у кого калининградская прописка. Вот про них рассказываю. Ну, то есть про нас. Как я делал первый раз. Я пришёл, у меня не было виз. Он мне сделал пакет документов, что я работаю в русской фирме, а русская фирма сотрудничает с польской фирмой. Вот. На основании этих документов подаю... Прихожу в посольство и подаю документы на одноразовую визу. Мне делают однократную визу. Я получаю эту визу, еду в Польшу, делаю пересечение, съездил в Польшу, приехал обратно. И после этого с этими же документами, с этим же пакетом документов, я прихожу в посольство и опять подаю уже на многократную визу. И мне уже открывают мультивизу полугодовую или годовую. Ага. Значит, правильно. Так, я к чему говорю? Если Господь благословит и мы выйдем, и в июне там будем, то будет ли у нас такая возможность, что там, где Польша, из Польши в Калининград заглянуть и дальше сразу уйти на Данию? Второй раз нас запустят или нет? Так, так, еще раз повторите вопрос. Если мы сейчас зайдем в Шенгенскую зону через Грецию, дойдем до Португалии, будем возвращаться назад, и у нас Калининград... Вы заезжаете опять в Россию обратно? Да, но Калининград-то Россия. Да, а у вас какие визы? Пока никакой нету. Какая будет? Какую планируете? Ну, какую, чтобы многоразовая, хотя бы двухразовая. Ну, если двухразовая, то без проблем, то есть, получается, два раза заезжайте в Шенгенскую зону. Нам три дня не хватит, на тридцать дней мы берем. Мы не берем ни полгода, ничего нам не надо, они легче дают, когда меньше. Да, ну, вам нужно только, чтобы у вас была двухразовая. Да. То есть, или многоразовая, или двухразовая. Да, 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 чтобы мы могли... Ну, на пути встречается Хорватия. Хорватия, оказывается, тоже не в Шенгенской? Нет, не в Шенгенском Хорватии. Нет. Нет. Нет, нет. Нам хочется пройти, не переплывать, а перейти через нее, там побыть. И второе, охота к вам в гости заехать. Угу, хорошо. Если у нас будет неоднократная, мы можем тогда заехать и выехать, и дальше пойти на Данию. Нет, так от них вы можете на Латвию, Литвую. Да зачем Латвию, нам надо пройти Данию. Через Данию, Финляндию, Швецию там пройти. Мы должны четыре те страны северной пройти. Там монастырь, сказали, русский есть, недалеко, где-то от Осла. Лежат к каким-то власовцам. А потом переплыть тогда на Прибалтику, Литва, Эстония, Латвия. А в Латвии я обратился к Богу, в 62-м году покаялся. Там моя духовная родина. Я смотрел то это. Да мне очень охота туда попасть. Но нынче мы поняли, что мы должны были пройти по югу. Игнат Тихонович, есть ли какая-то любая помощь нужна от меня, что я смогу сделать? Вы всегда намекните. Совет. Совет, у вас больше опыт. Но мы, если так брать, забыв обо всем, мы, конечно, допустили ошибку. Вот то, что не узнали толком, что она не в шенгенской зоне. И мы из нее вылетели, из шенгена-то, а думали, что там находимся по незнаниям. Ну, мы верующие, мы стали молиться и поняли, это наша случайность не случайна. Нас Господь переменил нам маршрут. В 16 главе Деяния Апостолов написано, апостол Павел решил идти в миссию. И дух не допустил. Он тогда решил идти в Амбифинию, и снова дух не допустил. Как не допустил дух Божий? Он же на дело Божие не допустил. Ну, тайно. И вдруг ночью во сне ему пристал некий муж македонянин, там, Югослав, и говорит, приди к нам и помоги нам. И мы нынче это все рассудили так. Нас Южные Республики как бы потребовали. Мы обязаны были повернуть туда. И поэтому мы не считаем себя в ущербе, чтобы допустили ошибку, мы не проехали куда хотели. Ничего особенного в этом нет. Если Господь благословит, и наш путь будет проложен, то маршрут вот теперь так известен. Мы снова войдем через Румынию, в Болгарию и в Грецию. А дальше там уже понятно пройти. Микроавтобус я себе купил, если я буду полезен. Вот где-то он килограмм 800, наверное, берет. И у меня точно так же. Ну вот, если надо будет там поэксплуатировать его, пожалуйста, можете взять. Знаете, что, в прошлом, не в какой прошлом, а в этом году было, когда сказали, что нас туда не пропустят, то мы решили здесь произвести через знакомых обмен. Взять у них за такую иномарку, столько, чтобы она брала весу, и им отдать свое на время, когда нас не будет. А потом приедем, мы обратно поменяем. Но оказалось, ничего этого не потребовалось. Ну если надо будет, вот есть такая телега. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Газель уже проверена. С маленьким братьем. Я взял вот машину, в Берлине брал пробег 37 тысяч километров. Считай только прокатку, ну, обкатали ее и все. 2010 года. Секрета нет? Во что она обошлась вам? Ну, я ее расторожил на Россию. Обошлась она, сейчас скажу, 27 тысяч евро. 27 тысяч. Ну, под миллион. Миллион сто, где-то миллион сто пятьдесят. Примерно так. Не жален? Да, мечта. Ну, как бы давно хотел. Я рыбалкой увлекаюсь. А сколько человек туда ходит? Так, там с водителем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то, нет, спокойно, а, семь, семь, семь мест. И у нас семь. Да что-то, как, копия какая-то. Ну, это стандарт, это стандарт. Копия только на сиденье, брат, а в остальном копии нет. Сиденье снимается заднее, и получается, что в полный рост можешь выкладываться. Вот мы с Юлей спали, у нас же природный заповедник, Курская коса, на Балтийском море. Это между заливом и морем. Вот, и мы ездим туда, и прям остаемся там на ночь. И вот в полный рост, значит, два ряда сидений, водительское, пассажирское, второй ряд. И выкладываешься в полный рост, ложишься, не убирая сидений. Это, ну, называется, есть разные базы, три базы. Есть короткая база, средняя база и длинная база. Вот у нас длинная, то есть удлиненая. А рыбалка... Так что вот как раз для вас, Игнат Тихонович, если надо, вот, пожалуйста. Так, спаси Христос. Знаете, ну, когда ты знаешь, что глубоко ишелонервная оборона, и у тебя в запасе стоит резервный полк, то вы это легче. Басишка спрашиваю. А рыбалка-то есть у вас? Что-что? Рыбалка. Рыбу ловите? Да, да. Вот вчера был там судачка до паракуней. Ну, и на море ходим, на море, на морскую рыбалку. Вот, на двух лодках. А как, если вот с Россией, допустим, вот, хотел бы я, допустим, приехать к вам? Как это? Да, приезжайте, конечно, приезжайте. А как? Это, наверное, надо визу оформлять, да? Нет, на самолете можете лететь. На самолете без визы. А если поездом, то там же страны-то проезжать какие-то надо? По-моему, делают транзитную визу где? По-моему, Литва-то, Литва на пути. Да, вот, по-моему, на вокзале, когда покупаешь билет, отдаешь паспорт, и они прямо там сразу делают. Или за сутки делают, да? За сутки делают. А тех, кому едешь, приглашение-то не нужно такое, как официальное там? Нет, ну, ты перед, ну, вы передвигаетесь с Россией в Россию, не надо вроде ничего такого. Так что приезжайте, конечно, встретим. Вы сутки поет, говорит, из Сибири, Сибирь повезли. Арестовали когда? Он об этом-то поет когда, и стопи-ка мне баньку по-белому-то. Вот так. Ну, Господь благословил, я говорю, мы все, приехали, недели две дома, мы не можем выйти даже во сне. Видите, Виктор Николаевич, он учитель, он у меня, говорится, оператором везде все был. Ну, он говорит, ночью что-то я проснулся, и думаю, где я нахожусь. Говорит, что-то не трясет, не кащает, гляжу, какой-то стол стоит. Меня спрашивают, вот, за два года, но это все-таки не два места, мы посетили 370 городовых сел. Это же, надо понимать, что это такое. Какое самое такое? Да совершенно незначительный факт. Был один город, мы поехали, город, ну, Солнечногорск, назовем так. Его нигде на карте нету, и на него навигатор не работает. Но мы все расспросили и поехали, едем. Чем дальше мы едем, тем больше у нас какое-то нехорошее чувство такое. Этот город, дай-ка, режимный, наверное. Ну, вот как идут железные дороги туда, все это, развязки. Какой-то вот такой у нас уже опыт как будто есть-то. Ну и правду поддержаем. Это только через органы КГБ туда, от ФСБ. Но что интересно, мы подъехали, они нас туда запросто запустили. А уже там тормознули. И мы поняли, теперь у нас главная задача выехать. Надо, чтобы библиотека дала документы, что они нас вызвали и ждут с книгами. Ну а где, когда суббота, это два дня сидеть. Вот мы тут и взмолились, Господи, выведи нас отсюда. Попались мы тут как в мордушке, карась. Ну, когда они нас выпустили, а солнце уже горизонта касается, нам нужно где-то ночевать. А мы ищем лесополосу, подальше от дороги, спрятаться. Если есть ветки, какие машины, чтобы нас никто не видел. Дальше мы готовим. Скорее надо, пока не стемнялось-то. Никуда, ни направо, ни налево. Направо холм, дальше идет железная дорога. А налево ров. И мы гоним, и гоним, и гоним. Никуда не свернешь-то. Вообще, ни развязок, ничего нет. И только когда мы уже в полной темноте едем, ну, конечно, фары светят, поняли, что мы выехали, и вдруг вправо дорога. А мы еще не знаем, за нами следят, не следят. Мы как ахнули вправо-то. Ну и давай, сколько она может выжить-то, дорога хорошая-то. И первый где-то съезд был, и мы туда нырнули, небольшой лесок, и там, как сказать, лощинка, езинка, и мы туда. Теперь маленько посидели, и никто за нами не гонится. Огонь надо разжигать. Мы палатками закрываем, чтобы... Как мы готовили. Вот это запомнилось нам. Ну, боевик настоящий. А я вот, кстати, купил себе... В Польше продается такой небольшой баллон, как, ну, газовый баллон. И наверху стоит, как она сказать... Ну, как конфорка, да. И перекладины такие, получается, в сам этот баллон за ручку берешь сверху, кладешь, конфорку открываешь, и получается, как плита. То есть не надо костер сжигать. Так, мы с собой это имели. И когда мы ехали по дальнему зарубежью, там никакой костер-то, там вообще никуда не свернешь. Мы тогда готовили прямо внутри машины. Есть у вас, да, такая? У нас все есть. Все есть. И мы тогда готовили... Как в Греции. Так я имею в виду, если там что-то нужно, я мог бы посылку вам послать. Нет, ничего. Нам нужны только молитвы. Молитвы, вот такое расположение, знаете, это как... Ну, когда все время со всех сторон там дует такие ветры, бывают ветры с болота, вредные. Так вот в жизни бывает там хула разная. Апостол Павел говорит, я трижды молил, чтобы Бог удалил от меня этого. Ангела Сатаны, жало его. А Апостол Павел объясняет, что это гонители, еретики. Ну, раз мы дело Божье делом, я садел, что у нас и недруги есть. Ну, а когда дальше то встречаешься, вот так встреча с вами-то, это хорошая отдушина. Дружба друзей, это ничем не заменимо. Вот мы едем, и вдруг Германия, наша сестра принимает, мы у нее, на дом к ней там приезжают священники, кто там, люди собираются, это мы все выставляем сейчас. Приехали в Грецию, в Грецию, говорю, на Украину, там прямо в храме уже люди собрались, я выступаю, говорю, снабжают, там свои эти, как они называют, деньги-то, то у них гривны, что ли, гривны, где латы там в Грузии, ну, мы, понимаете, как я по избе прошел, уже в карманах деньги, мы там уже ничего не обмениваем, мы пока от них выехали, дальше-то их деньги-то нигде больше не работают. Люди-то тебя встречают как, а где кто против, вот интересно, как выехали, и домой приехали, ни одного человека против не было. Нигде ни разу. Вот какая история. Это все молитва. И мы вот прям буквально ощущали. Самый трудный переход был, если вам коснется, когда знаете где, это Азербайджан. 15 часов провели только на таможне. Ну, не дай бог мне туда попасть, я туда не планирую попасть. Да, но у них там по-прежнему конфликт из-за Карабаха, и на самом деле, есть такое слово «проблема», я очень не люблю его, отплевываюсь, но тут у вас, говорит, проблемы будут. Поэтому из Грузии в Армению, из Армении в Азербайджан, но снова вернулись в Грузию, из Грузии туда. И они смотрят печать, а вы в Армении были сколько, мы говорим, ну, 24 часа, там, где Севастинское озеро искупались, там библиотеки побыли, а с вами КГБ там еще разговаривал, а нет, так они у меня, вот здесь у меня телефон мой, и у него вот телефон, и вот этот вот мешочек у него, и веревочки. Они у меня за веревочкой, а что это у вас за веревочка? Вот я стою, допустим, видно, что она, вот здесь вот пояс, вот видите? Да. А что это за... Ну и что, как будто шахид, я сейчас замкну и взорвет. Да, да, да. Вот здесь у меня паспорт, я шил у него гомонок такой, и привязан. А что такое? Я говорю, старые люди боятся потерять, поэтому я все так сделал. Уж допрашивают, допрашивают, до труки записывают. Это в Азербайджане. Такие там взятки за дорогу берут, но горючее самое дешевое. Интересно как. Ну понятно. Зато платные дороги, да, менты стоят. Ой, там только заехали сразу, 3600 что ли сразу. А мы были один день там. 3600, а у меня пенсия 5500. Ну, еще приехал уж, кажется, заварили кашу. У них, наверное, такие законы, останавливают гаишник, говорит, ну я же тебя остановил, я время свое потерял, давай плати. Наверное, вот так вот мне рассказывали они. Нет, тут не пройдет так. Один раз подошли к нам, у вас на стекле не наклеено, что заплатили пошлину. Мы говорим, вот она, она должна быть на стекле, штраф там полторы тысячи. За то, что она лежит, а не на стекле. Шофер говорит, ну зачем я стекло буду марать-то? Да я уж тогда, давай креститься перед ним, да мы верующие, да мы едем, да ты, что ты делаешь, капитан-то? Тебе что, жизни своей не жалко-то? Ну, Господь же за нас заступится, а не за тебя. Он махнул рукой, езжается, все скажут, юродивые. Один раз у нас было, тормознули сильно в Румынии. Решили с нас, видимо, что-то взять. Я покрутился, ничего не получается. Я опять трехтомник, три тома Нового Завета подал. А тот начальник дал-то не тому. Этот просит, но второе я дать не могу, у меня больше нету. И он тут начал, ночное время, что-то куда-то звонит, стоит, говорит, там это надо, там, растомаживать. глупости. Я говорю, ребята, ничего не будем делать. Выходите, молимся. Мы помолились, с поклонами, а потом подняли руки, мы с воздействием рук молимся, две руки подняли, а я знаю, что они за нами наблюдают. И он стоит тут в сторонке. Я говорю, теперь быстро в машину, шторки закрывайте, и больше, чтобы они нас не видели. А дальше дело делает Господь. Проходит, ну, не больше, не 10 минут. Вдруг у них какое-то движение, которого называли начальником, вдруг скрывается, его нигде нету. Оттуда бегут с нашего паспорта, вы паспорта нам в руки, поезжайте. Я говорю, так дело не пойдет. Били принародно, а теперь выпускаете. Как апостол Павел сказал. Меня тоже это задело. Я тогда с этими паспортами пошел туда, где этот начальник, который нас задерживал. Он никуда не делался, машина не уезжала. Покажите его, где он у нас есть. Так и не показали. Я говорю, он никуда не звонил. Вы зачем нас задерживаете? Мы вам дали, что требуется. Вы должны были открыть ворота, а теперь задержали. Теперь мы не знаем, где ночевать. Нам надо выехать. Нам надо к любой станции прилепиться. И, ну, чтобы нас не выгнали, это где? Это я же не в России где-то. Ну, еще я маленько там похорохорился и тогда поехали. Помолились, Божью Матерь поблагодарили. Она нас, Матерь Божьей, омофором покрыла. Слово. Я как-то в Азербайджане, наши распространяем, нигде такого не было. И нести туда, где там проверять будут. А таскать только вручную. И все это делают. Я тогда сразу книги эти беру, трехтомник, и туда на таможню. И оттуда сразу с собакой пришли, осмотрели. Ладно, у них не таскайте, здесь осмотрим. Осмотрели. Что интересно, а мы молимся. Теперь впереди машина, так, убедите машину, пропустите их, откройте ворота, выпустите. И мы поехали. Прямо до того, Господь нас чудно провел. У нас, когда мы уезжали, говорили, опыта дальних поездок за рубежом никакого. Но сейчас у нас уже опыт. 30 таможен прошли. Это уже что-то. Да, что-то. люди. Это очень много. Можно за советом обращать себя, как там. За советом. Так, на Украине больше всего понравилось в Белоруссии. В Белоруссии? Да. Батька. Настоящий батька Лукашенко. Так от него ему лично я подарил, лично, Рамзану Камиру, от обоих пришла благодарность. Нам он понравился. Какой порядок. Русские ни одного, ни русского не увидели в стране. А вот, кстати, это просто. Это ему памятник надо поставить при жизни за это. А как это можно сделать? Я спрашиваю. улыбаются, все. Да, согласен. Батька это сумел сделать. Это просто. А если когда беспорядки начнутся, они же начнутся скоро, что будет здесь твориться-то? Абсолютно точно. Это специально враги делают, на мой взгляд. Батька Александр-то сумел сделать. Батька Александр, я смотрю периодически, ну так натыкаюсь на него, смотрю его ролики, он толковый человек вообще. Во-первых, он очень уважительно относится к России. И он говорит, что нельзя забывать корни, нельзя забывать, что мы как бы один народ, я как-то смотрел. У него не интересно. Мы же один народ. Да, конечно. Украинцы, Белорусы. Парады устраивать-то. На Восток-то давит, там Европа-то, чтобы были-то он, говорит, а я не знаю. А я смотрел это видео, смотрел. А дату-то вы нам не назначаете, мы назначим. Это на день ВДВ, говорит, назначаем. А так это же Лужков сделал. Это же Лужков в Москве сделал. Ну да, но что там получилось-то? А в Грузии, да там летели, их машину заперли, и не знаю, там он кое-как спас. Там священники идут впереди, вся толпа, там машина кверх ногами, что там с ними делает. А он говорит, когда вот воздушная сила, то праздник будет, вот это день, и гей-парады. Ну ясно дело, что там будет их. Ну да, извините. Вот как раз тогда и надо. Молодец. Молодец, молодец. Ну вот так. Ладно, я вам больше не нужен? Игорь Ильич, спасибо вам за все, как бы за то, что вышли на связь. Я везде, Дмитрий, про вас рассказывал, как нам трудно было с деньгами, и как вы сами вызвались, и как раз в последний день, и когда я пошел получать, впереди меня получают рублями, ну, тысячными. А я прошу, господи, дай мне, ну, ну куда я с такой суммой-то? И вдруг дохожу до меня красенькими пятерками отдают. Ну, слава Богу. Не только, я говорю, Бог нашел человека, послали, послал денег, а какими купюрами даже, я это рассказывал в Германии и везде, похвалился моим господом. Написано, хвалящийся, хвалить господом, что знает его. Так, не забудь сейчас мне сразу адрес точно там скинь. Хорошо. В Майл.ру. И наблюдайте, что мы выставляем на форуме. На форум заходите. Хорошо. Вот так. Ну, все-таки... Хорошо. Всего доброго. Батюшка, благословляй Дмитрия. У меня дедушка Дмитрий был, Тихон Дмитриевич. Я понял. Ну, с Богом. С Богом. До свидания. Всего доброго. Христос. Спасибо, Христос. Вот так, если щакнул, это значит отошел. Вот этот самый человек. Через интернет в прошлом году у меня не хватает 150 тысяч ехать. И он сразу заходит вечером, перед отъездом уже. Вам деньги нужны? Я говорю, да я на книге там писал. Я говорю, книги-то я издал, мне не нужно. Ну, сейчас совсем не нужны деньги. Но для поездки на бензин-то нужны. нужно 200 тысяч. 50 нашли, а 150 нету. Ну, так я вышлю. Как так? Первый раз говоришь, а я сказал, вышлю, не получай. Я завтра получил. Это он сам и есть. Вообще чудно. Так. Сейчас я посмотрю, что у меня тут. Скайп, сами рыбаку, загрузка завершена. Ха-ха-ха. Вообще прекрасно. Так.